Юрий Михайлович Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года, но раннее детство, а также семь школьных лет он провел в Конотопе, в доме бабушки. К моменту его появления на свет положение в семье было бедственным. Пытаясь выжить, родители были вынуждены много работать, отец трудился на столичной нефтебазе, мать устроилась разнорабочей на завод. Поэтому ребенка было решено доверить бабушке по отцовской линии. В 1953 году Юрий, выпускник общеобразовательной семилетки, вернулся к родителям в Москву, где завершил обучение в 529-й школе, сейчас носящей номер 1259, и поступил в институт имени М. Губкина. Занятия давались нелегко, к тому же параллельно приходилось зарабатывать на жизнь. За время учебы в институте будущий доктор химических наук успел поработать дворником и грузчиком на железнодорожном вокзале. В это же время проявились его организаторские способности, на счету студента проведения общественных мероприятий непрерывная комсомольская работа. На начальном этапе рабочей биографии Лужков попал по комсомольской линии в Казахстан, он трудился в составе студенческого отряда, осваивая целину. Сразу после получения диплома Юрий Михайлович получил должность младшего научного сотрудника НИИ Пластмасс, где продвинулся до руководителя группы и заместителя заведующего лабораторией. Дальнейшая карьера складывалась по нарастающей. В 1964 году Лужков заступил на должность руководителя отдела по усовершенствованию управления Госкомитета по химии, через 7 лет стал начальником АСУ Министерства химической промышленности СССР, а затем директором подразделения ОКБ Химавтоматика. Вскоре последовало повышение до должности директора НПО Химавтоматика. С середины 80-х годов Лужков вновь перевелся, на этот раз на руководящую должность в управлении Минхим-Химпим промышленности. Через год Юрий Михайлович устроился в Мосгорисполком, где сначала стал заместителем руководителя, а затем получил место исполняющего обязанности председателя. В 1991 году Лужков занял пост премьера московского правительства, по сути выполняя функцию градоначальника. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром столицы вышел 6 июня 1992 года. В то неспокойное время Юрий Михайлович поддержал первого российского президента, став его верным соратником. На такой позиции он остался и в период конституционного кризиса в октябре 1993. А в 1996 после всех перипетий победил на выборах мэра Москвы. На этом посту Лужков задержался на следующие 14 лет. За это время для столицы было сделано немало. Торговые площади города увеличились в 1,5 раза при существенной поддержке малого бизнеса. Строительный рынок пошел в рост, а количество гостиничных комплексов увеличилось на четверть. Для малообеспеченных граждан начала действовать программа «Социальная ипотека», которая помогала приобретать жилье по сниженным ставкам кредита. Был организован департамент соцзащиты, ежегодно создавались новые рабочие места на промышленных предприятиях. За счет бюджетных средств Юрий Михайлович возвел новые корпусы МГУ, оснастил их современным техническим и научным оборудованием. Внес он свою лепту и в возрождение религиозных сооружений, Храма Христа Спасителя, Иверских ворот и Казанского собора. При Лужкове состоялся первый концерт звезды мировой сцены, короля поп-музыки Майкла Джексона на стадионе в Лужниках. Накануне выборов президента России в 1999 году при поддержке Юрия Лужкова был создан политический блок Отечества «Вся Россия», выступавший за отставку Бориса Ельцина, взгляды которого в начале 90-х годов мэр Москвы разделял. Сопредседателем Лужкова в этой организации стал Евгений Примаков. После победы Владимира Путина уже в 2001 году ОВР вошел в партию «Единая Россия». В новой организации Юрий Лужков сохранил за собой пост председателя. Еще за шесть лет до перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации Юрий Лужков поднимал вопрос о возвращении полуострова. Позднее слова мэра Москвы о Крыме и Севастополе были признаны пророческими. Первой критикой деятельности Лужкова стали фильмы «Дело в кипке и беспредел», вышедшие в эфирах НТВ и России 24 в начале сентября 2010 года. Обвинения касались возросшего уровня коррупции и непомерного обогащения членов семьи Лужкова. Юрий Михайлович пытался опротестовать поток негатива, льющийся с голубых экранов. Через Сергея Нарышкина он передал личное письмо обращения к президенту Дмитрию Медведеву. Однако ответом стал указ о прекращении полномочий вследствие утраты президентского доверия. 1 октября Юрий Лужков покинул рабочий кабинет и сдал отличительный знак градоначальника. На его место был избран Сергей Семенович Собянин. После отставки Лужков перевез семейство в Лондон, где дочери продолжили начатое в МГУ обучение, а жена – развивать бизнес. Позднее местом жительства семья Лужковых выбрала Австрию. В 2012 году стало известно, что бывший столичный мэр вошел в состав Совета директоров концерна «Уфарс Синтез», а в 2013 им было выкуплено 87% акций агрокомплекса «Вейдерн» – производство гречневой крупы и выращивания грибов. Юрий Лужков, уже давно интересовавшийся сельским хозяйством, в 2015 году создал в Калининградской области собственную ферму, где помимо скота выращивал озимую и кукурузу. Конец опалы случился 21 сентября 2016 года, когда указом Владимира Путина Лужков был наделен Орденом за заслуги перед Отечеством. Награда, по признанию самого Юрия Михайловича, стала настоящим подарком к 80-летнему юбилею. После торжественного мероприятия Лужков и Путин долго беседовали, бывший мэр Москвы поблагодарил президента за выход из безвремени, в которое был погружен с 2010 года. С первой супругой Алевтиной Лужков познакомился еще в студенческие годы. Совместных детей они не нажили, да и сам брак оказался коротким. Второй женой стала Марина Михайловна Башилова, родившая ему двух сыновей – Александра и Михаила. К сожалению, она умерла в 54 года от агрессивной злокачественной опухоли печени. В третий раз судьба улыбнулась Юрию Михайловичу в 1991 году, когда он женился на Елене Батуриной. Брак оказался крепким, Юрий Лужков больше не задумывался о переменах в личной жизни. Родив ему двух дочерей – Елену и Ольгу, Елена Николаевна стала для мужа верной женой и надежным деловым партнером. Пара обвенчалась в 2016 году, спустя ровно четверть века после свадьбы. Елена Батурина несколько лет подряд занимала первую строчку ТОП-10 самых богатых женщин России по версии Форбс. Ее состояние оценивалось в 1 миллиард долларов. Авторству Юрия Лужкова принадлежит ряд трудов по истории России, химии, сельскому хозяйству, политологии. Среди последних книг Лужкова «Транскапитализм» и «Россия. Искусство, которое нельзя потерять, алгоритмы лидерства и другие». В 2016 году из-под пера Юрия Лужкова вышла книга «Россия на перепуте», «Дэнси Апин» и «Старые девы монетаризма», а через год Юрий Михайлович представил читателям мемуары «Москва и жизнь», в которых описал наиболее интересные фрагменты своей биографии. Юрий Михайлович считается одним из символов российской патентной системы, его авторству принадлежат более сотни изобретений, которые затронули 14 областей производства. Многогранность бывшего мэра Москвы нашла отражение в медицине, химической промышленности, технике, биологии. Заядлый пчеловод разработал собственную модель улья, запатентовал форму полуоткрытых пирожков, рецепты кулебяки, кваса, медовухи. Юрий Лужков придумал модели лазерного сбивателя сосулек и снегогенератора для лыжной трассы. Среди его научных изобретений в аграрной сфере числятся капсулы для проращивания семян, которые позволяют достигать экономического эффекта при посадке культур. Возраст и лишний вес. При росте 174 сантиметра вес Лужкова достигал 94 килограмма. Дали о себе знать, и в конце декабря 2016 года экс-мэр плохо почувствовал себя во время визитов в читальный зал библиотеки МГУ. Состояние оказалось настолько тревожным, что сотрудникам учебного заведения пришлось вызывать реанимационную бригаду. В течение следующих суток Юрий Михайлович перенес кратковременную клиническую смерть, но был приведен в сознание московскими врачами. На тот момент его здоровью ничего не угрожало. 10 декабря 2019 года стало известно, что Юрий Михайлович умер в возрасте 83 лет. По данным РЕН-ТВ, бывший мэр Москвы скончался в Мюнхенской клинике, где ему проводили операцию на сердце. Причиной смерти стал инфаркт, который развился на фоне хирургического вмешательства. Последние фото Лужкова были сделаны 22 ноября в Мадриде, на теннисном кубке Дэвиса, где политик присутствовал вместе с женой. Прощание с бывшим градостроителем состоялось в Москве, в храме Христа Спасителя, где собрались Владимир Путин, Сергей Собянин, Андрей Воробьев и другие. Решение не открывать гроб с телом Юрия Михайловича приняли его родственники, которые хотели, чтобы в памяти он остался энергичным человеком. Юрий Лужков похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила находится рядом с местами упокоения Сергея Михалкова, Татьяны Самойловой и Людмилы Зыкиной. Лужкову посвящен памятник, который сегодня находится в галерее искусств Зураба-Царетели на Пречистенке. Бывший мэр Москвы представлен в одежде